Действительно, информационно блокады вернула Крым как минимум в топ мейнстримов, в топ тем, которые освещают украинские СМИ. И вот на самом деле это как ты закрутил маховик, и теперь он не останавливается. И мы сейчас видим, что Крым все еще продолжает быть одной из приоритетных тем. Это тонкие такие структуры. То есть мы понимаем, что СМИ влияет на общественное мнение, а в свою очередь общественное мнение влияет на политические решения. То есть мы видим, что и президент говорит о том, что мы ищем формат по Крыму, что у нас парламент принимает какие-то постановления, что есть и подключается государство к этому. Вот недавно, например, мы с МЗС представили информационный проект, с моей точки зрения, очень важный. Это топ-5, когда мы еженедельно готовим самую такую как выжимку всего того, что произошло в Крыму на английском языке. Мы это даем Министерству иностранных дел. Те в свою очередь дают своим представительствам. То есть нашим украинским закордонным установам, это около ста и посольств, и консульств, и представительств. И те в свою очередь, помимо того, что все происходит на сайтах своих, они это еще доносят до чиновников в этих странах пребывания. То есть вот это на самом деле такой большой-большой зонтик, такая паутинка, которая еженедельно, системно, это очень важно, отдавать информацию о Крыме. Потому что мы понимаем, что когда будет происходить деоккупационные процессы, решение будет приниматься не только в Украине. И нам важно работать в том числе и с мировым общественным сознанием о Крыме. Если брать то, как мы это делаем здесь, вот сегодня только мы презентовали еще один, как по мне, очень важный проект. Это то, что мы делали вместе с правозащитниками и Центром громадянской опрос Свиты Альменда. Это была наша инициатива, наше министерство. Мы попросили сделать методические материалы для школ, чтобы у нас не только на уровне каких-то спорадических новостей о Крыме люди узнавали, что там происходит. А чтобы это были более системные, базовые знания уже на уровне будущего поколения. Это вот старшие классы в школах, это первые не классы, а курсы университетов, это работа с педагогами. Мы сделали такой материал и передали это для министерства образования. Те в свою очередь подкрепили на самом деле исключительным документом. Такое дело у нас только по революции гидности. Это все рассылается на областне, на ОДА. И те в свою очередь работают со школами. То есть у нас в Украине, как мне сказали, около 16-17 тысяч школ. Понятно, что все 17 тысяч охватить невозможно, но нам сказали, что это будет иметь максимальный эффект с точки зрения того, что школы будут этот методический материал упротивовывать. И на основе этих материалов они могут сделать уроки. То есть мы там дали не только фактаж, то есть не только хронологию. Методологию, того, как это можно провести. Мы дали методологию, мы дали визуальные какие-то фотографии, которые показывают сопротивление. Ну и, конечно, мы говорили об этом не только, что вот окупация произошла там условно 20 февраля, а то 23 февраля, один митинг в Севастополе, 26-го там в Карландии, мы говорили о том, что есть сопротивление. Мы это показывали. И нам очень важно, чтобы в Украине об этом знали. Потому что на сегодня есть четкий миф, мы его констатируем, что многие украинцы думают, что Крым на 100% поддержал приход России туда, на 100% пришел и проголосовал на референдуме. Все те цифры, которые рисовали в буквальном смысле, и потом на весь мир вещали российские СМИ, они, к сожалению, есть и в сознании украинца. И когда речь заходит о Крыме, с точки зрения возврата Крыма потом в какой-то дискурс, это очень важно, чтобы украинцы знали, что Крым это Украина, и что в Крыму очень большая часть населения не поддерживала всего того, что происходило.